Я увидел, что это вредно, потому что земля содержит холод, даже в южных странах прогретый камень внутри держит холод, нельзя ложиться на него, особенно вот эти местные почки, на животе можно, это котел, там все время переработка идет, много крови, не простынешь на животе, я им сказал, возьмите вот где у нас под бунт, в стороне не ложится, и не ложитесь, и там палатки растерите, но палатки они не очень крепкие, послали за шинели, а шинели эти у нас в летном училище, я там вел занятия, ну и когда его расформировали, мне дали, видите, как они выглядят, смотри, настоящие солдаты, ну а это провожает их, прощание славянки, прощание славянки, это наши славяне провожают воинов наших, куда, на окружение Христу, добровольцы, вот смотри, как он выглядит, погляди, вот сегодня у нас какое еще слово, 27-ое, наверное, 27 июня, сегодня первый день, день начинает прибывать, так, по-моему, прибавляться на одну минуту, эти шинелки, эти сгодятся, вы их можете брать, теперь стелить, после 2 часа ложиться, правда, нельзя, не знаю, как быть с вами, потому что кишечник должен работать прямо, а вы можете там к стенкам прислонить и посидеть пока, а потом, в другое время, можете ложиться, но шинели, чтобы все заносили сюда, там не оставались, понятно? Да, я не знаю. Ведь за ними пошли, со складов мы сняли, у нас тут и петеля, и брюки, и фурашки, все есть, пляшки, фланшеты, ну, это воинская большая часть, у них генерал был, и они мне это выдали все, вот эти палатки, это все военное, видишь, как, ты маленько не так застегнулся, одна выше, другая ниже, ну, не важно. Погоны мы сняли, погоны, вот, если они пришиты, мы уже не стали отрывать, так что это разрешается нам, эта форма, видите, здесь звезды, мы их сточили напильниками, чтобы нас не обвинили, что это воинская организация, но нас геловил, тут один подполковник был, вот так, так что идите, отдыхайте. Я пошел отдыхать, я спать. Шарик, походите. Служу Родине и Сталину. Можиф, и нам relate. Молодец. Молодец, сейчас кто-то дует или нет.